Вечера Константин Айрих Боксер из Казахстана некогда, а ныне из Германии Выходит на главный бой сегодняшнего боксерского шоу против Адлонера Солиса Я начал говорить о том, что карьера Солиса все-таки немножко затянулась И споры о Солисе, точнее дискуссии, обсуждения его перспектив Они пока ни о чем Потому что, строго говоря, ни у кого серьезного Солис пока еще не выиграл Хотя всем ясно, что у него огромный потенциал Превосходный любитель Превосходные данные Он и ударный И быстрый Большой мастер Вот, по большому счету, вот он разгромил Монти Баррета Уже престарелого боксера И победил Рея Остина Ввиду его дисквалификации Такая победа тоже была Спорная Ну Мало понятная Хотя Остин там и на полу посидел Вот А потом вот был этот бой с Виталием Кличко Когда Солис подвернул ногу И был вынужден пройти серьезное лечение Операцию Выдержать Вот сейчас Первая Проверка Солиса Он снова Пытается вернуться В Литу Это Десяти раундовый Бой За И Рафаэль Рамос Наши Титул интеркомпетентального чемпиона По версии Альбиев Ну, кстати говоря, Айрих уже владел этим титулом Он также Выиграл Титул чемпиона Европы Но сейчас этот титул Каким-то образом опять оказался вакантным И он сейчас вот его Разыгрывает в бою с Адланером Солис Я, к сожалению, ничего не знаю Никогда не видел Константина Айриха в деле Я не думаю, что там Солису грозит серьезное сопротивление Уважайте оппонента Уважайте правила Уважайте бокс Строго говорит Рефери Ну вот их данные 31 год уже Солису 33 Айриху Солису чуть повыше На пару сантиметров Вот интересно посмотреть Как вообще В каком виде сейчас Солис Я думаю, намеренно его команда Подобрала соперника Не слишком крупного Итак, первый раунд Солис Быстрый боксер При том, что Немножко Пухловатым выглядит Боксер Быстрый Взрывной Низковатый сейчас пробил Левый паркот Айриху атаке Вообще, надо сказать Пытался сейчас поймать Правым встречным в разрез Солис Попал, но так Немножко вскользь Высоковато Так опасный был Удар Чувствуется Превосходствует В мастерстве Уже с первых секунд Атака Айриха В полную силу Солис Так только Чуть-чуть Сантиметра на три Назад подался Повисло в воздух Хотел сказать о том, что Интересно сейчас Ситуация сложилась С тяжелым дивизионом Мы долгие годы Слышали Одни стенами Что Тяжелый вес В глубоком кризисе Он стал скучным Пропали таланты Над всеми Высятся В прямом и переносном смысле Два Украинца Братья Кличко Вокруг них Буквально Выжженная земля И вот все гадали Когда же Когда же Появился Вот сейчас Появляются Очень интересные бойцы Я думаю Что в скором времени Конкуренция В тяжелом дивизионе Будет Крайне Интересно Насыщенно Причем Любопытно Что Вот эти Ситуация С доминированием Братьев Кличко Она Знаете Как по Дарвиновской Теории Естественного Отбора И эволюции Выталкивает На поверхность И Отбирает Проводит Такую Селекцию Людей Заданными И заданными Качествами И вот сейчас В тяжелом весе У нас огромное количество Талантливых Именно талантливых Бойцов Которые не уступают Габаритам Братьям Кличко И даже Превосходят Вот сегодня Вот сегодня Например В Англии Прошел бой Между Дэвидом Прайсом И Самым Сэкстоном Дэвид Прайс Боец Практически Почти такого же Телосложения И внешне Даже немножко Похож на Виталия Кличко Только еще Чуть повыше И в чем-то Даже по манере Возможно Напоминает Раннего Виталия Такой же Огромный Его соотечественник Тайсон Фьюри Ну мы Также Помним Финна Роберта Лениуса Финского Шведа Точнее Шведского Фина Который Уступает Германию Он тоже Ростом Выше Двух Метров Есть еще Потрясающий Совершенно Атлет Американец Диантей Уайлдер Чертовски Одаренный Возможно Тоже Серьезные Угрозы Жилом Весе Будет И в общем Короче говоря Уже Таких Как братьев Кличко Уже В боксе Становится Все больше Причем Не просто Высоких А действительно Интересных Талантливых Бойцов Но Все-таки Вы знаете Я думаю Что преждевременно Говорить о том Что вот Скоро Весь Тяжелый Вес Будет Таким Потому Потому Что Мы Видели Дерека Чезоро Который Весьма Конкурентно Боксировал И с Тайсоном Фьюри И Можно даже Прямо сказать Отлупил Роберта Элениуса И в общем Заставил Попотеть Даже Самого Виталия Кличко А это Боксер Вот Такого Же Размера Как Адваньер Солес Тоже Где-то Метр Восемьде 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 Так что И В общем-то И у Солеса При Желании И Необходимой Работе Я уверен Есть шансы Разбираться И С такими Крупными Парнями Так что В общем Я хотел сказать Что Конкуренция В тяжелом Весе Постепенно Постепенно Набирает Обороты Вот Кстати Горячий Мариуш Вах Поляк Тоже Ростом Два метра Если не больше В общем Становится Постепенно Интересным И Супер Тяжелым Дивизионом Я Несколько Отвлекся От Боя Но Вы Сами Все Видели Полное Превосходство Полное Превосходство Дванира Солеса Как в Опыте Как в Скорости В Технике И В Боевом Мышлении Он Превосходно Читает Соперника Абсолютно Свободен Раскован Опережает Перехватывает Встречает Растаскивает Но Вот Вы Видели Удары Летят В верхнюю часть Головы Серьезного Ущерба Константину Айриху Пока Что Не нанесли И В общем Бой Продолжается Третий Раунд В общем Бой По-прежнему Напоминает Легкий Тренировочный Спарринг Собственно Для Солиса После Серьезной Травмы Видимо И Нужен Такой Бой Тем Более Конечно Нужно Ногу Беречь Мало Лишь Что Травма Вообще Конечно Такая Штука Которая Может Оказаться Фатальной Для Карьеры Боксеры Боксеры Мне кажется Особой Такой Точности И тяжести В ударах Не видно То есть Конечно Долгий Простой Сказывается Приводит Потеря Конечно Ответ Все Таки Действительно Боец Интересный Острый Этот Солис Конечно Совершенно Не боится Соперник Он Чувствует Превосходство Это Может Немножко Подпижонить Стоит Стоит Придумывает Чтобы Такого Сделать Интересно Неожиданно И неожиданно Сантиметр Оттянулся Довольно Интересный Получился Третий Раунд Особенно В начале Первой Половине Неожиданно Считаем Неожиданно И неожиданно Если он Острый Плак Заводите Добави Заводите Эй Филиппет Немножко Он Согласно Ну Он 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 это сколько ударов все не тут там были правда и поинтереснее эпизоды бурная атака константина айриха решил осложнить жизнь солису в общем правильно потому что солису выгоден невысокий темп когда он может походить подумать и обязательно что-нибудь придумал по сравнению с айрихом кроссмейстер ринга вот ну и справедливо совершенно угол айриха рассудил что надо бы создать некоторые неудобства винтик темп бросать больше ударов тоже достаточно рискованно но по крайней мере не даст комфортной возможности для солиса стоять и придумывать замышлять свои коварные планы не удается айриху взвинтить темп как будто гипнотизирует солис солис подставляется вызывает айриха на себя в расчете на то чтобы перехватить айрих это понимает ну что делать надо действовать это большинство ударов солиса практически все находится верхняя часть головы вроде попадания есть эффектами вот защита от клонами и уклонами потом пошел в атаку защита хороша как с новичком боксер но когда дело доходит до собственных атакующих действий то вот здесь полоса не все порядке спасибо 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 И он начинает пелзать. И он должен быть правильнее. И они линьки держат только тогда, когда ты на дистанции идешь. Не на дистанции. А сонцем, он должен быть на дистанции. Да, это понятно. Пятый раунд. Пятый раунд. В прежнем ключе и в прежнем темпе развивается бой. И судя по всему продлится так до самого конца. Если только Солис не сделает попытку активизироваться и закончить бой досрочно. Но мне кажется, что он и не будет делать таких попыток, потому что этот бой, в общем, такой смотр сил, проверка себя после последнего боя, после долгого перерыва, после травмы. Поэтому скорее для Солиса, для его тренера, его команды очень важно, чтобы он подольше провел. Побольше времени провел на ринге. Как следует прочувствовать себя. И физическом плане, и во всех остальных. Регулярно проверяет свою реакцию Солис, подставляясь под удары Ариха. Перенес вес тела на переднюю ногу. Нагибается к сопернику. И вот пятый раунд весь целиком прошел. В попытках Ариха попасть в, казалось бы, близкую цель, но Солис такое дело. В последний момент ударает голову, удары Ариха повисают в воздухе. Но, в общем, сам Солис ничего не сделал, в этом раунд. В общем, сам Солис ничего не сделал, в этом раунд. Шестой раунд. Шестой раунд. Шестой раунд. защитными рефлексами в общем да действительно все в порядке не канон защищается солис от мух отмахиваются от ударов константина айрих и легко пробивает связка левый перкот по туловище правый прямой но не потрясаю полис вообще всегда был известен боясь с тяжелым ударом а а Говорят, боксеры растаскивают соперника на каждое его движение, у него находится контрдействие и всегда с ударом, и все точно. Такое ощущение, что как будто ватные кулаки солятся стали за время перерыва. Довольно много попаданий, но все как-то мягковато. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Причем, то и дело, обманывает. Обманер Солес... Выставляет Айреха в таком не самом благовидном виде. Но ведь далеко не все так страшно. Да, бой проигрывает, но нельзя сказать, что был даже сильно побит Константин Айрих. Боксер он упорный, Керков. И он пытается что-то делать. Седьмой раунд. Ровно половина боя прошла. Ровно половина боя прошла. Поехали... tesмой. обманка но регулярно работаю смещается вперед солист был выманивает айриха на себя когда тут идет у него с ударом солист бросает право удар сверху и прямой или боковой и для айрих это сюрприз потому что в общем боксер который сидит на передней ноге вроде бы справа бить не должен на самом деле все не так и в общем солист прекрасно может ударить из такого положения вообще из любого положения обратите внимание что еще сколько ударов у соли все проходит точно вот простые одиночные прямые справа с дистанции по логике такие удары в общем-то проходить не должны они обычно прячутся за каким-то подготовительными действиями за отвлекающими действиями левой рукой просто бросает одиночные правы и попадают вновь увидели мы несколько красивых эффектных комбинаций по-прежнему по-прежнему выглядят они несколько мягковатыми мягкими шлепками по-прежнему 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Конечно, несравнимая разница в чувстве дистанции. Боксер, вы видели сейчас эпизод на повторе, когда Солис пробивает левый в ответ, и Айрис пытается еще как-то поквитаться и бросает свою очередь в свою контратаку, и Солис даже не шелохнулся. Видели, он даже не пытался уклониться, он просто знал, почувствовал, что Айрих все равно не достанет. И вот буквально перед его носом левый кулак Айриха повесит, а Солис даже кухом не повел. Такой линцой держится Худинис. Худинис. Как кошка с мышкой играет со своим соперником. Ну, все это, конечно, хорошо, но, например, когда соперникам, предположим, когда и если вдруг окажется не Константин Айриха, Допустим, британец Дерек Чезо, который как из пулемета выстреливает удары на протяжении всех 12 раундов и практически не устает. Против такого бойца потребуется удар, необходимо чем-то остановить такого агрессора. Я боюсь, что вот такая вот игра в невысоком темпе, она вот там совершенно не пройдет. И много других бойцов, которые не позволят Солису вот так вот с линцой и с чувством полного превосходства топтаться на ринге и легко обманывать. Ну, вот, конечно, превосходство мастера. Простые, простые такие хитрости, в общем-то, но весьма эффективны и хорошо получаются у Солиса. Потом попал один раз по туловищу. Попал левый по туловищу. Следующий атаку сделал вид, что снова идет по туловищу. Ударил левый же в голову. Попал. В общем, обман такой простой, но, видите, работа. К сожалению, не слышу, я не понимаю, что говорит кубинский тренер. Солису Педро Диас. Думаю, что там особенно критиковать за что-то Солису здесь нельзя, потому что соперник особых неприятностей не доставляет. Солис каких-то серьезных ошибок технических, тактических просчетов тоже не допускает. Все у него получается. Похоже на такой тренировочный спарринг, где отрабатывается какие-то частные навыки. Легко достает соперника Солис. Захотел, пробил лево-боковой, правой прямой. Все в цель. Неприятно, конечно, такая гематома под правым глазом Ариха. Солис. 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 Практически стоя на месте. никуда не шарахаясь легко уходит защищается знаете такое превосходство бывает до мастер спорта в легкую боксирует с новичком при том что нельзя назвать мальчиком языке чемпион европы души обладатель интерконтинентального титула того самого за который сейчас они и дерутся с о лесом достаточно много боев правил но конечно уровень не сравнил так 11 раунд предпоследний прижима такая неторопливая перестрелка причем в одни ворота игра играючи выбрасывать плоти солис все это в цель как будто в пинг-понг играет а здесь вы перехватил коротким боковым в момент атаки арифа был потрясен немецкий боксер очень много пропускает ариф нечаянно после удара выводилась капа и даже когда солис вроде бы рядом стоит бей не хочу в действие арифа настолько не уверены что и не может даже делать ударить толком не может совсем затюкал скубинец причем вот вот такими своими трюками солис отобрал последние остатки уверенности айриха и тот уже совсем не знаю когда и откуда полетит него очередной удар даже не столько видел сколько чувствовал что сейчас пойдет апперкот апперкот справа так и слегка перекрыл одной рукой и тут же забросил крюк слева в момент когда айрих сам был слева и в общем нарвался на трюк как на встречном 12 раунд последний айрих пытаюсь хоть что-то сделать легкий удар и воду сына без всякого усилий бросает свободный веществ и тяжелый видимо в двенадцатом раунде возможно солис сделать попытку на пути соперника принципе все что можно показал будет принял совершенно односторонний характер практически самого начала но я думаю что солис даже если и захочет завершить досрочно в любом случае попытаюсь это сделать как-то красиво эффектно и хитро и остроумно и так далее вот надо сказать что одна вещь которую стоило бы отметить при том что все замечательно у солица получается вот эти одиночные удары раздергивания короткие атаки двойки пытается провести много ударную серию 3 4 ударов закончился бой никаких нокаутов все вот так и закончилось так вот когда он пытается пробить длинную серию из 3 4 5 ударов несколько раз были такие попытки то солис теряет равновесие возможно дает знать себя нога потому что с ударами надо бежать здесь возможно нога его все-таки подводит но вообще конечно тут надо отдать должное и константину айриху который все это вытерпел все это издевательство над собой и конечно надо признать что само по себе шоу именно как шоу получилось очень даже и и интересным и познавательным и поучительным солис во всей красе кстати говоря лично мне не доводилось видеть солис а вот в таком интересном амплуа вам чисто на технике и на опыте показывал столько интересных трюков конечно возможно хорошо получается только когда ты абсолютно уверен в своем превосходстве над соперником когда соперник тебе позволяет все это проделывать но в целом тобой интересным получился было на что посмотреть солис конечно показал себя с интересной стороны и конечно же очень хочется увидеть солис действительно в бою против серьезного соперника там где необходимо полностью выкладываться проявлять характер здесь очень никакого характера ему не потребовалось вероятность в случае в разгромным счетом и ожидалось победа просуждается под ланеру солису и бой действительно стоящий мы увидели красивый бокс действительно это был красивый бокс хорошее зрелище ну что ж друзья надеюсь вам это тоже понравилось а я на этом прощаюсь с вами комментирую владимир гендлин младший всего доброго университет